Создание удобных платформ для граждан и бизнеса и развитие технологий искусственного интеллекта – это еще один вектор развития IT-индустрии страны на ближайшие шесть лет. За это направление будет отвечать новый национальный проект «Экономика данных». На его реализацию направят 700 миллиардов рублей. В целом необходимо развивать всю инфраструктуру экономики данных. Я прошу правительства предложить конкретные меры поддержки компаний и стартапов, которые производят оборудование для хранения и обработки данных, а также создают программное обеспечение. Нужно, чтобы темпы роста инвестиций в отечественные IT-решения как минимум вдвое превышали темпы роста экономики. Условия для использования цифровых систем должны быть не только в мегаполисах, но и в малых городах, в сельских территориях и отдаленных районах, вдоль федеральных и региональных трасс, местных дорог. Региональная IT-ипотека, создание дата-центра в Печоре, высокоскоростной интернет даже в глубинках. В Коми созданы хорошие условия для развития отрасли. Налажена система получения государственных услуг в электронном формате. Цифровизация к 2030 году в Коми, как и во всей России, охватит все сферы экономики и бизнеса. Большое внимание в послании было уделено вопросам достижения технологического суверенитета России. Серьезная задача поставлена в сфере научно-технологического развития страны перед экономикой и промышленностью. Создание новых производств, повышение производительности труда, увеличение мер поддержки как крупного, так и малого и среднего бизнеса, развития агропромышленного комплекса. От IT-индустрии к культурному наследию. Ему, к слову, президент тоже уделил большое внимание. Задача к 2030 году по всей стране привести в порядок не менее тысячи объектов культурного наследия. В Коми их 1083. Из них 37 находятся в неудовлетворительном состоянии. Часть до появления собственника и средства на реконструкцию законсервируют. Кроме того, рассматривается возможность грантовой поддержки для собственников объектов культурного наследия. Предусмотреть меры поддержки компаний граждан, которые готовы вкладывать средства в восстановление памятников. Механизмы поддержки разработаны в областях Российской Федерации и во многих в нашей республике. Мы пока предлагаем их в качестве инвестиционных проектов. Есть 10 объектов культурного наследия, часть представлена на слайде. Но, к сожалению, пока желающих бизнеса инвестировать в эти проекты нет. Но это обусловлено именно спецификой наших объектов. Если вы видите, то это в основном деревянные объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. И бизнесу использовать эти объекты затруднительно из-за ограничений по использованию. Но работа эта будет продолжена, и проекты совместно с Комитетом по имуществу, с муниципалитетами будут в дальнейшем прорабатываться. Программа по сохранению культурных объектов будет долгосрочной. Президент отметил, что примут ее на 20 лет. К слову, республика готова уже в нее вступить. Управление по охране объектов культурного наследия подготовило проектно-сметную документацию на 7 объектов.